Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Итак, мы хотели бы с вами сегодня поговорить про одну очень интересную рыбку. Наши кайковские партнеры прислали нам одну очень интересную рыбку. Ну, не одну, их несколько, но один вид. Мы сегодня хотели бы поговорить о ней. Итак, Наталья, что же это рыбка? Это чудесная рыбка Данио. Ну, Данио, наверное, вы подумаете, все скучно и сбито, но это Данио генно-модифицировано. Наши друзья из Европы, ну, изначально они из Европы, из Европы, Голландии, голландские ученые. Откуда она взялась, Денис Александрович, расскажи, пожалуйста, где она обитает? Она обитает. Это чудесная рыбка, она выведена в лаборатории, то есть ставили определенные эксперименты. Ставили определенные эксперименты на тему генной модификации и смогли приживить рыбке ген коралла, за счет чего она начала флуоресцировать в определенном спектре разными цветами. И вот сегодня мы немножко расскажем. Ну, вот конкретно та, что к нам приехала, она интересна чем? Что у нее розовое тело и очень красивый светящийся зеленый отлив. Ну, давай, Денис Александрович, лучше покажем. Да, покажем об этом все. Итак, у нас первый вот, первый видеокадр. Это Данио под обычным нашим дневным светом. Вот она такого цвета розового с желтоватым отливом. Дальше мы включили вот чуть-чуть тут лиминюцеттный свет синий, свыше 20 тысяч кельвинов и светодиодную подсветку. Такое она имеет чудесный и розовый цвет, хорошо видно и зеленый. Тарас Николаевич, расскажите выше что-нибудь еще. Ну что, рыбка очень активная. Рыба сидит в очень небольшом объеме, порядка 10 литров. Но смотреть, сказать, что она скучная, я не могу. Я люблю морскую рыбу, поэтому мне эта рыба очень нравится. Дальше что? Дальше много. Вот, теперь мы убрали светодиодный свет и светим только 11 ватт люминицетной лампочкой 20 тысяч кельвином. Вот тоже, в принципе, свет чуть-чуть изменился. Не, ну люди пусть сами смотрят. Да, смотрите, смотрите, оценивайте, смотрите. Мы еще хотим сказать, что у этих Данюшки бывает очень разнообразный спектр цветов. Желтый, розовый, фиолетовый, каждый светится по-своему. Бывают синие, Денис Александрович. Бывают синие, да, синие, очень красивые они. Да, вот сейчас мы будем менять лампочку, убирать совсем люминесцентный свет. И не было у нас слабого источника света, мы воспользовались обычной старой Nokia, подсветили обычным диодиком, чтобы вы увидели, как она будет смотреться. Да, вот разницу. И вот сейчас мы, смотрите, выключим свет. И у нас вообще вот это она будет без света, в темноте. Видите, у нее сразу отлив ушел. И сейчас вот мы подсветили диодиком белым. То есть практической флуоресценции не видно. Тем не менее, зеленые окантовки все равно присутствуют. Да, и сейчас на финал мы посмотрим сверху, без искажения стекла. Очень красивый, под обычными, не под обычными, под морскими синими диодами Cree. Очень хорошие диоды, Blue, по-моему, называются они, Royal Blue. Я считаю, да, что эта рыбка может подойти даже для небольших каких-то декоративных прудиков, ну, домашних, потому что она сверху смотрится очень красиво, ярко. Видите, она максимально зеленая. Она меня напоминает какие-то фломастеры яркие из детства. Это было очень яркое детство, Дмитрий Александрович. Видите, и рыбка очень активная, подвижная. При разном освещении, совершенно разного цвета, но при всем освещении она имеет свой индивидуальный, яркий, немножко кислотный, но эффектный цвет. Нам она понравилась, одним словом. Рыбка на 5 баллов. Всем советую. Пока-пока.